Я знаю то, что я ничего не знаю. И вот слушая Андрея Николаевича, вот, ну, это объять необъятного невозможно. Ну, и отличать что-то, и утвердать что-то, наверное, в наше время это просто, ну, штрафы времени. И поэтому, допустим, то, что Андрей Николаевич говорил, что вот дезинтонации можно, может быть, тем жанром, которым занимаюсь я, это более поздний жанр. Там тоже важно, очень важно слово, но еще очень важно интонация. И вот как раз присутствие исполнителя здесь всегда присутствие. Ну, и я не знаю, насколько я вас могу поддержать, Алла Александровна. У вас я много не буду. Нет, нет, нет. Я скажу, дорогие друзья, дело в том, что у нас все по графику. Сейчас у нас 4 часа закончатся встречи, весь видов 4. Почему? Потому что у нас потом встреча в Литературном музее с актером Театра Андрея Иванова и Михаилом Драгуновым. Поэтому завтра еще будет выступление Елены Андреевны. Наслаждайтесь процессом. Сейчас сколько? Сколько еще будет? Час. Час остался. Еще целый час? Нет, 40 минут, не кажется. 10 минут. 50 минут. Я вас много не буду мочить. Если вы слушаете Андрея Николаевича, конечно, правильно, она Александровна сказала, что он должен быть специалистом, какой-то фигмой должны. Тот, допустим, тот жанр, с которым я сегодня вам буду рассказывать. Ну, он более такой доходчивый, может быть. Вот. Ну, а точать мне бы хотелось с такими удивительными словами. Может, Алла Александровна говорила на открытии, а я вам сейчас эти слова скажу. Идите сюда, ребята, ну идите сюда. Это отрывок из моления Даниила Заточника. Ну, кто такой был Даниил Заточник, до сих пор неизвестно. Это слова 13 века. Вот. Дошли до нас. Ну, вот Андрей Николаевич тоже говорил, что и знаменное пение, это было в устной традиции. И былины, они в основном жили в устной традиции. Из уста в уста. И вот я, например, сегодня услышала, что были такие школы, но это уже было позднее, потому что раньше это все переходило от наших предков, да. Допустим, Мария Дмитриевна Кривополенова, она говорит, я внялась в былина к своего дедушке Никифора. И вот так вот все сказители принимали вот как бы эстафету, вот эти вот чудные совершенно произведения народного творчества из уста в уста. Вот. Ну, и, наверное, я должна немножечко сказать, конечно, о тех людях, которые эту традицию до нас с вами несли. Да, вот Мария Дмитриевна Кривополенова. Вот, ну, исполнителей такого жанра в народе называли вронями. Ну, почему вронями? Ну, может быть, потому что иногда они могли приврать. Ну, я вам не буду врать, я вам буду говорить истинную правду. И вот Мария Дмитриевна Кривополенова рассказывает, что когда артель шла ловить рыбу или лес валить, то они с собой обязательно брали вот такого враля сказители. Ну, вот Андрей Николаевич сегодня говорил, что это искусство очень высоко ценилось. И сказители или враля его очень высоко ценили, враль не работал. А вот артель работала, потом приходила, ложилась спать, вот тогда начинал работать в раю. И вот он рассказывает, блин, поет там духовные стихи и разные скаморошины, а потом спрашивает, ну, что, братва, спите? Ну, кто спит, тот спит, а кто не спит, говорит, нет, давай еще рассказывай. И так он рассказывал, что два, три, пока вся братва не уснет, артель, да? Ну, вы не пугайтесь, я вас такой сильно творить не буду. Конечно, задача у меня совершенно, совершенно другая. И еще должна вам сказать, что, конечно, я исполнительницей была лет 20 тому назад. Сейчас я, к великому сожалению, преподаю в Саратовской государственной лекарствии. Почему к сожалению? Я вам это должна сказать, потому что вот то, что я накопила, я отдаю. Ну, вот как уже, студенты берут эту же, другой совершенно, не с кем Цветогору силой померится, а сил-то по жилочкам, так жилочкам и переливается. Грузно, Целушке-то, как от тяжелого беремени. Вот и говорит Цветогор, «Как бы я тяги нашел, так я во всю землю поднял». Наезжает Цветогор в степи на маленькую сумочку перемертную, двинет ее перстом, она не сворохнется, хватит с коня рукою, не поднимется. Слезает Цветогор с добра коня, ухватил сумочку обеима рукам, поднял сумочку повыше колено, и по колено Цветогор в землю грязь, а по белому ту лицу не слезы, а кровь течет. «Где Цветогору грязь, тут и встать не мог, тут ему было и кончение». Это один вариант. И опять же, вот говорят, в народной песне очень много у одной песни вариантов. У былин тоже много вариантов. Вот один из вариантов вот этот. Вот сейчас еще один я вам расскажу, где вот как раз Цветогор уже тоже умирает, но немножко по-другому. Да откуда, ребята, Мурмс, ребята? Ну, Крачарова. Крачарова, да. Не Крачарова, да, Крачарова. А Крачарова, да, это. Какую область я уже забыла? Мурмс. Мурмс – это город по Владимирской области. Владимирск. Вот. И уже улица Тодда. Ну, и вот тоже, скажите, я помню, давно-давно еще, вы тут, конечно, не помните, мне уже много лета, а были такие, Кругозор журнал, а там такие были, ну, пластинки мягкие. И вот там, в Кругозоре, как раз один хокерист приезжает от села Крачарова и спрашивает, говорит, у вас правда, что ли, Илья-то Мурмс жил? Так один старичок сидит в валенках летом-то. Его уж кровь не греет. Он говорит, конечно, вот на краю села, изба Томурмс стояла. Так Ильюшенька Томурмс 33 года сидит ним сидела, а потом, говорит, пришли калики-перехожие, напоили его святой водичкой, и он, говорит, запухаживал, ручки у него стали шевелиться, вот, и пошел, говорит, своим родителям лес помогать валить. Так, вот набросал бревен боку, там река Ока протекает, да, говорит, до сих пор, что вытаскивает, вытащит. То есть, на самом деле, Илья-то Муромец жил в селе Крачарова. И потом, совсем где-то года два тому назад меня в Саратове пригласили в одну гимназию, и я, и я, оказался в Уполида добрый молодец, русский и могучий, святогор богатырь. У святогора конь, да будто лютый зверь, а богатырь сидел, да в окосу сожень. Он и едет в поле, тешается, он бросает палицу гулатную выше лесу стоячего, да ниже облаку ходячего. Улетает эта палица высоко, да вподневисью. Когда палица да вниз спускают, он подхватывает дудной рукой, утомился, святогордон, умаялся, и уснул он на добром пани, заснул он крепким, богатырским сном. Исподальше, далече, далече, ищи стаполя выезжал старой казак, да Илья Муромец, Илья Муромец, да сын Иванович. Увидал святогордон богатыря, наполнил, неустроенную речь, устроен, несовершену, совершил. Теперь же писатели от Пушкина взялись да пошли, и дальше вот все и так рассказывается, ну, вся жизнь, Александр Сергеевич Пушкин до самого последнего его часа. Ну, это может быть в другой раз, я вам не расскажу. Ну, конечно, не так в театре, а может быть такого наворочения не так. Все эти новые введения, там я вот студентам стоюм, сейчас в Большом театре поставлю снегурочку, ну, там, если вот смотреть, ну, я, наверное, уже с вами в воздух все-то не вытяжу, да, сейчас снегурочка и все-таки с вами, что Мишка, да, вот так сейчас можно. Ну, это ж то, что, снегурочка, образ совершенно другой. Так что, и пинежская у Пушкина можно ведь вот и так, и этот, молодежь, он-ка на Ниву, он ведь не уж в свое рати, ешь, что белую пшеницу засевати, родную матушку хочет кормить, а к той вдовы да кони милы пришли люди к ней да веселые. Веселые люди непростые, непростые люди, скаморохи, а пошли, говорила, что-то на Ниву. Уж ты здравствуешь, чаду Вавила, тебе не уж когда теорати, еще белой пшеницу засевати, родно, матушку тебе кормите. Вам спасибо, люди веселые, веселые люди, скаморохи, вы куда пошли да по дороге? А мы пошли ведь тут да скаморохи, мы пошли на низшие царства переигрывать царя собаку, и шо сына его да перебуду, и шо дядя его да пересвета, а и дочь его да перекрасу. Да пойдем, Вавила, с нами, скаморохи. Говорил-то чаду Вавилов, я ведь песен петь да не умею, я в гудок играть-то не гражден, говорит Кузьма да с Адимьяном. Заиграй, Вавилову, гудочек, а возгон, возгон, что его переладят, а Кузьма с Адимьяном приспособит. Заиграл, Вавилова, гудочек, кава звончатый бы переладит, а Кузьма с Адимьяном приспособил, чутово чада да у Вавилы, а было в руках-то панюгальцу, а и стал тут да погудальцов, ешо были в руках-то него ведь вожжи, а и стали шелковые струнки, ешо видит тут чада Вавила, видит люди тут да непростые, непростые люди те святые, и идет он сына скмурошить. Он повел да их домой же, ешо тут чеснава да вадо тут не мило, она стала их да тут кормить. понесла на хлеботи ржаные, а и стали хлеботи пшеные, Продолжение следует... Спасибо.